МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Калининском районе на автодороге Вышневолочок-Бежицк-Санково женщина, 72-го года рождения, находившаяся за рулем автомашины «Лада», не справилась с управлением, и отечественная легковушка столкнулась с двумя машинами. Пострадала сама виновница аварии. В Калининском районе на автодороге Тверь-Тургинова автомашина «Киа», водитель которой не справился с управлением, столкнулась с иномаркой «Форд Фокус». Пострадал водитель «Киа», мужчина, 94-го года рождения. Вечером 13 марта из служебной командировки в зону специальной военной операции возвратилась боевая группа бойцов от Тверского СОБР. Ребят встречали сослуживцы и лично начальник региональной Росгвардии Александр Пляскин, родные и близкие, строю учащиеся кадетского класса Росгвардии, у которых в этот день в легендарном СОБР прошел урок мужества. Провожаю вас с надеждой, с верой, что благополучно все будет совершено, что вы будете живы, невредимы, и так и происходит. Это возвращение на родину из многочисленных командировок для всех стало необычным, особенно для нашей землячки Алены. Возвратившийся из боевого задания офицер СОБР Дмитрий прямо перед строем сделал Алене предложение руки и сердца. У вас были такие испуганные глаза, вы ожидали? Нет. Нет? Но для вас это приятный сюрприз? Ну, конечно. Вы как давно встречаетесь уже? Ну, пятый год. Комментируя это необычное для отряда событие, Александр Пляскин заметил – жизнь продолжается. Личный состав СОБРа выполняет задачи уже больше года. Сейчас ребят поменялась другая группа, тоже от этого подразделения. Все задачи, которые поставлены перед управлением, перед специальным отрядом быстрого реагирования, они выполнены. Самое главное для нас это важно, для руководства Росгвардии, для всех, что ребята вернулись все живые и здоровые. Задачи все будут выполняться, и они будут выполнены всегда. Редактор субтитров А.Семкин